Всем привет, с вами Рэйвен, и сегодня мы поиграем в игру под названием Неопределённый. Новая игра. Играть мы должны за какого-то робота. Сейчас посмотрим. В середине 22 века из-за опустошительных войн на Земле не осталось людей, однако роботы, созданные человеком, оказались способны к автономному существованию. Искусственный интеллект продолжил развиваться самостоятельно, что позволило роботам построить общество на обломках сгинувшей цивилизации. Каждый робот нашёл подходящую для него сферу деятельности. Медленно, но верно роботы превращались в новую расу, населившую Землю. Они решили не повторять ошибок людей, но на их пути встала одна проблема. Чем активнее они развивались, тем больше походили на нас. Отлично. Я робот. Модель ART-217MP. Моё предназначение мне неизвестен. Моя конструкция не выдерживает больших физических нагрузок. Я не способен выполнять работу, которой занимаются роботы-строители, зато обладаю знаниями в электронике. Я поставил для себя задачу находить усоведшую технику, оставленную людьми, и использовать её в конструировании различных приборов. Люди. Именно с первым пришли мы. Человечество за тысячелетия не смогло достичь того, на что опыт им хватило несколько лет. Мы создали идеальное общество. Роботы не повторяют ошибок людей. Мы не ведём войн. Мы не подвержены болезням. Мы мысли на насча. Мыслим рационально. Цикл самоуничтожения разумных существ, населяющих Землю, был прерван, когда на смену людям пришли опыта. Но понадобится ещё десятки лет, чтобы восстановить всё, что уничтожило человечество. Тогда, под руководством корпорации USS, которая нас создала, цивилизация роботов достигнет расцвета. Сейчас не всё в нашем мире стабильно. Нам не всегда хватает ресурсов и часто приходится рассчитывать только на себя. Но это временное явление. Большинство роботов нуждаются в постоянном ремонте, а я способен поддерживать свою роботоспособность самостоятельно. Он называл своё имя? Или нет? Загрузка очередная. Рассказал... Что он немного смышлёный? Кровать он мог бы выбросить. В этот раз я принёс лишь одну батарейку. Возможно, на того же типа, что используется радио. Нужно найти вторую батарейку. Она была среди моих инструментов. Вторую батарейку найти. Сейчас мне это не нужно. Я подключил линию для терпередач на прямой к дому, поскольку напряжения недостаточно, чтобы обеспечить энергией всё моё оборудование. А за счетом позволяет распределять энергию нужной мне системы. Так, надо радио включить. Виде у нас радио. Что это? Я собрал тот плазменный резак из материалов, который я нашёл в разрушенных домах. Я делал его на захар для одного строительного робота. А вот и радио. С его помощью я-то стилю из трубоков. Там было нарисовано, что это... Они сюда не подходят. Их нужно вставить радио. Ладно. Вот батарейка. Теперь у меня есть обе батарейки. Можно попробовать включить радио. Где оно находится, друг? Вот оно. В этом отсеке хранятся текстильные изделия. Люди покрывали ими свои села. За это он мне неизвестно. А перевернуть можно самому? Давай, открой крышку. Вставь эти батарейки. Попробую включить его. Попробуй. Так. Так. Вот. Продвиг останется в наших сердцах навеки. Не дайте павшим отдать свои жизни зря. Вступайте в ряды армии. Защитите свое Отечество. Сохраните свою свободу, традиции и... Небольшая группа людей управляла целыми массами с помощью таких слов. Не понимаю, как простая речь убеждала их участвовать в войнах. Погичнее было бы прийти к компромиссу путем переговоров. Ну и я его включил, а дальше-то что? В данный момент я не планирую остановиться на зарядку. Поврежденный диск данных, который я нашел вчера утром. Возможно, из него удастся извлечь какую-то информацию. Ладно, надо на звонок ответить. Это робот-строитель, который заказал мне сборку плазменного резака. Я должен ответить. Алло. О, можно еще убирать, положить трубку. Промолчаясь, плохая погода, не мог найти компоненты. Прошу прощения, но найти все необходимые компоненты было достаточно сложно. И это заняло больше времени, чем планировалось. Меня не интересует эта информация. Дата сделки была назначена. Два дня назад вы должны поделиться и выдать мне плазменный резак. А я должен был отдать вам усиленную батарею. Извиниться. Успокоить, надавить. Мне очень жаль, что так вышло. Я постараюсь закончить работу как можно быстрее. Ваши извинения совершенно не имеют смысла. Наша работа не продвигается уже несколько дней. Нам необходимо подрезать для работы с металлическими конструкциями. Пока вы, свободные роботы, тратите свой ресурс на беспорядные действия, мы, роботы рабочего класса, занимаемся строительством и восстановлением городов, чтобы укрепить общество роботов. Мы готовы подождать еще один день. Если заказ не будет выполнен, мы обратимся к другому специалисту, а вы сильно испортите себе репутацию. Завтра. Я сегодня закончу работу, и завтра утром выдвинусь к вам. Хорошо. Мы будем ждать. Спасибо. Не стоило его подводить. Роботы-странители занимаются очень важным делом. Нужно скорее закончить работу с резаком. Где он? Вон там где-то лежал, да? Нужно закончить халибровку или заказ с помощью дата-кода. Давай закончим. Так, найдите пару каждой иконки, чтобы вместе они сформировали квадрат. Ну вот это... И вот это... А, они потом еще и перемешиваются. Ну хорошо. Что тут у нас дальше? Вот это и вот это... Нет? Там же как раз... Значит вот это... Да как хотят менить? Ну значит ты вот сюда подходишь. Они почти одинаковы. Ты и вот это. Так. Так, так, так. Ты и ты. Хорошо. Что тут у нас еще? Вообще можно было бы на каждую кликать. Вот это вроде сюда. Нет. А, еще на это время дают. Вот это. Они похожи так. Ты и ты. Ну, вариантов все меньше остается. А время продолжает тикать. Если мы не справимся. Так, ну и осталось не так уж и много. Все. Отлично. Лиза готов. Завтра утром нужно отправиться в город и отдать его. Батареи, которые мне предложили взамен, мне уже не надо. Но отказываться было бы нерационально. В данный момент заряд моей батареи составляет 13%. Разумнее всего сейчас встать на зарядку в док-станцию, чтобы рано утром я уже был полностью готов к работе. Ладно, идем. Прикольная игра. Сейчас на док-станцию не подается питание. Мне нужно перевезти на нее энергию с помощью электрощитка. Хорошо, я его уже видел. В равновесии напряжения на обоих источниках желтый цвет обозначает перегрузку. Нет. Ну 50 туда уходит. И 45. И 35. Хорошо. 50 уходит туда. 20 туда. 45 туда. 35 туда. Теперь можно воспользоваться док-станцией. В равновесии. Так. Он мог бы и сам зайти за этим резаком. Субтитры подогнал «Симон» Что произошло? Что произошло? Что произошло? Резаком давай вскроем дверь. Дверь. Все. Выключай. Заодно и протестировали его. Дверь заблокирована. Видимо, она открывается не отсюда. Этот робот не начнет функционировать от моего прикосновения. Запустить робота. А как наверх подняться? О, вот. Ну ладно, я подняться хотел. Лидий-сирный аккумулятор. Такие использовались в устаревших моделях Аэрокара. Выдает стандартное напряжение, но тем не менее непригоден для роботов из-за большой массы и габаритов. Мы используем портативную версию. Этот аккумулятор мог бы помочь мне реанимировать пилота, но он уже непригоден. Нужно найти другой. А эти провода? Нужно сначала разобраться, что это за корабль и почему он упал. Да. Ладно. Наверх поднялся бы. Это за робот не начнет функционировать. Вот тут аккумулятор, да? Возможно, мне удастся запитать его от аккумулятора, который я нашел. Давай попробуем. Возможно, нам хватит формироваться. 8 да он сломан пилот больше не функционирует о чем он говорил кому помочь и что за цифры возможно это он наконец-то он поднялся вместо пилота отключи трепугу 1 7 8 так 1 7 8 9 1 7 8 1 1 7 8 2 1 7 8 7 о 8 что тут еще было уже открыто ладно что там люди я просил не помочь я просил не помочь что там вот и полицейские и у них пушки есть зачем им пушки шаттл окружен немедленно выходите что происходит вопроса задаю я назовите себя где пассажиры шапа пилот как вы оказались в шаттле я был поблизости людей которых перевозили в этом шарке теперь вы располагаете запрещенной информацией поэтому мы вынуждены дезонтабилировать вас подождите что это это он бросил или кто ладно это не он бросил может люди быстро нажимайте кнопку да он же слабак он не сможет сломать не стоит этого делать не стоит этого делать видите себя спокойно не пытайтесь вырваться противном случае я буду вынужден дезинтегрировать вас что случилось что произошло почему перезагружен вспышка эми гранаты перебрузила ваши схемы и повредила системные данные на их восстановление ушло время но сейчас вы в порядке полицейские роботы почему они хотели меня уничтожить по официальной версии все человечество уничтожено сегодня вы узнали что это не так юсс роботикс скрывают эту информацию выпускает вредоносные автоматические обновления каждый робот который вступал в контакт с человеком немедленно исчезал мы знаем что юсс использует полицию для поиска уцелевших людей а после ареста их отправляют шаттлах неизвестном направлении однако полиция не смогла обнаружить всех нам удалось найти нескольких человек от которых мы узнали что есть и другие я не получаю обновление получать автоматические обновления очевидно я теперь существенно отличается большинство роботов да мы это обнаружили когда диагностировали вас после камер вспышки и именно поэтому вы сейчас здесь судя по дате последнего обновления ваши личностные данные не подверглись изменениям нам нужно решить как поступить с вами артия мы не можем вас отпустить вы знаете слишком много о нашем убежище и планах но вы могли бы нам помочь так как мы в розыске каждый раз покидая убежище мы сильно рискуем но вы же можете перемещаться совершенно свободно я хочу помочь я никогда не видел людей но регулярно нахожу предметы созданные человеком их назначение мне не всегда понятно они спровоцировали во мне новый информационно-наслительный процесс я хочу узнать о людях больше поэтому помогу вам отлично значит вы знаете о людях больше чем вы предполагали скоро вы убедитесь что сделали правильный выбор сейчас я освобожу вас осмотрите здесь когда вы будете готовы и я поделюсь с вами доступной мне информацией по крайней мере меня не дезинтегрировали можно здесь осмотреться ладно проходить дальше будем следующей серии всем спасибо за просмотр и всем пока пока пока